Станислав Александрович Золотцев Когда мы познакомились, я даже не помню, но когда в 1986 году председатель писательской организации Александр Бологов привел на завод ТСО двух молодых московских поэтов, одним из которых был Золотцев оказалось, что я его уже давно знал Золотцев представлял тогда свою последнюю четвертую книжку по Северной тропе, из которой он читал свои стихи Мне понравилось два стихотворения «Черная корова» и «Мы новую песню начнем» «Мы новую песню начнем, она уже зреет под сердцем и заново землю качнем» Земля перестала вертеться, настала пора рисковать без устали, без половинно и сердце свое раскрывать до самой своей середины Вот тогда уже Золотцев предстал передо мной, как начинающий бунтарь Он со многим не соглашался, многое хотел переделать И вот в этом стихотворении и дальше через все свое творчество он пронес это бунтарство Золотцев очень современен Его стихи затрагивают самые насущные коренные проблемы нашего времени Каких бы глубинных вопросов народной жизни мы не коснулись мы убеждаемся, что о многих он мучительно думал или размышлял, тревожно вглядываясь в будущее России По сути, Золотцев стал зеркалом, отразившим свое время Время распада страны, Советского Союза Время смуты и перестройки И время наступившего нового тысячелетия Время надежд на светлое будущее Что ждет Россию в будущем? Сумеют ли люди будущего сохранить красоту природы Любовь к земле А значит сохранить себя и весь род человеческий И поэтому эти стихи обращены не только к нам, к современникам Но они обращены и в завтрашний день Судьба Одно даруй мне в час последний Уверенность, что в жизни без меня Что в мире без меня мой дом не рухнет Не воцарится ядерная ночь И в голоде блокадном не опухнет и не умрет единственная дочь И судьба дарует ему такую уверенность и веру и надежду Что Россия будет всегда И поэтому он повторяет как заклинание Как мантру Что душа моя, вещая странница Тяжко в стужу звенеть соловьем Все пройдет, а Россия останется Ради этого мы и живем И как пророк, успокаивая и призывая отчаявшихся Оглянуться назад на историю и вечную славу России Утверждает Так хватит плакать Хватит, будет Пускай услышит белый свет Мы есть, мы русские, мы люди Тысячелетий, а не лет Опять это тема вечности, которая не дает поэту покоя через все его творчество А в конце жизни у Золосова выходят следующие книги стихов Псковская рапсодия, соло на два голоса, звезда и крест Художественный мир Золосова прозаика, романтически эмоционален, драматичен и афористичен Его проза в большинстве своем предельно реалистична В показе картин народной жизни он часто обращается к теме Псковщины Глубинных псковских народных корней Красоты родной земли и простых людей, живущих на ней Золосов очень любил живопись Постоянно вращаясь среди художников Посещая различные выставки и бывая на мастер-классах Устраиваемых в филиале городского культурного центра Он неоднократно был уже готов и сам взяться за кисть Но его всегда что-то останавливало На одной выставке моих картин он остановился около одной из них И долго, рассматривая, сказал Ну, Валера, ты тут превзошел самого себя И когда это ты успел так овладеть красками И прошло всего пять лет, как ты взялся за кисть Открою тебе секрет Это картина-копия с картиной одного, можно сказать, известного живописца Очень талантливого Я нашел ее в интернете и она мне так понравилась Что я не устоял, сделал копию Тем более, что наши учителя Погостин и Орлов Это дело копирование поощряет Как полезное для начинающих художников Когда же ты возьмешься за кисть? Ведь давно хочешь это сделать Не сыт мне соль на рану Помнишь, как когда-то, несколько лет назад Ирина Панченко организовала этот проект Когда Юрий Ю нарисовал нас Тебя, меня, Ирину, Малякова, Гусева Я уже не помню, кого для музея Я тогда в первый раз усомнился в том, что я возьму кисть Как подумаю, что надо выстоять два-три часа перед Мольбертом Дрожь берет И сразу охота пропадает Я не поседа, моя жизнь движение и воля Но скрывать не хочу краски, моя слабость Последний раз мы встретились случайно У почтового отделения на улице Коммунальной Куда он пришел в первый раз получать свою пенсию Это был самый конец января 2008 года Вид у него был радостный и почти счастливый Легкий январский морозец и солнышко Смотревшие с голубого чистого неба Разрумянили ему щеки И вызывали добрую дружескую улыбку Привет, привет Вот пришел получать свою первую пенсию Как первую? Так, первую Пока за январь месяц Которую Анна каким-то образом выхлопотала мне Теперь буду всегда ее получать А сегодня первую И сколько? Почти три тысячи Да, поздравляю Спасибо, будет с чем в Москву поехать? Теперь мне полегче будет с пенсией-то А то в последнее время совсем без денег жил А в Москву-то зачем? Вот пригласили выступить на 12-м Всемирном Русском Народном Соборе Он в феврале будет А сейчас сижу, доклад готовлю Очень ответственное выступление Погоди, но Собор-то организовывается под эгидой церкви Причем здесь мы, писатели Ты что? Наш Ганичев заместитель главы Собора Он же будет и заседание открывать После общей молитвы И мне слово будет давать тоже он А где будет заседание? И что у тебя за тема? В Кремлевском дворце А тема общая Будущее поколение Национальное достояние России Круто! Наконец-то о будущем задумались Ну у тебя-то есть что сказать Даже стихи твои некоторые в эту тему хорошо вписываются А как же без стихов? Они будут Обязательно будут Но удачи тебе, Стас Пока Пока И мы расстались А через несколько дней из Москвы пришло сообщение О том, что 4 февраля его не стало Золосов был убежден Что культура Это не только движение вперед Это и движение к истокам К корням И без знания русской деревни Узнать Россию вообще нельзя Тем более написать такие пронзительные лирико-февралисовские стихи Как эти Романтический прекрасный образ двух коней на лугу Беззащитных перед удушающим чадом Одуревший от грохота площади Наполнен сценой и любовью к родине Ко всему живому на земле И однажды в чаду Одуревший от грохота площади Вдруг видение мелькнет Словно древний Припомнится миф Два коня на лугу Две усталых Расседланных лошади Одиноко стоят Золотистые шеи Мир человека Мир природы Он един и неделим Поэт осознает, что конфликт с природой Приносит непоправимый Нравственный ущерб Отсюда прозрение И нравственная высота Золотцевской философской лирики Потому-то Золотцев встает Открыто В стихах На защиту двух коней На лугу Они для него Олицетворяют красоту И гармонию мира Золотцев убежден Что Россия должна идти Не по какому-то европейскому Или американскому пути А что у нее есть И всегда был Свой путь Которым она шла Все эти века И тысячелетия Это путь Русской вечности Подаренный поэту Умеющему видеть Услышать И разгадать тайны И величие Этого самого пути Поэтому Даже в минуты Роковые смертные тоски Он спасен И оправдан Тем Что Так что ж Охвачен я Смертной тоскою Ведь русская вечность Подарена мне Как белому храму Над синей ликвою И каменным стражам На той стороне И этот самый путь Русской вечности Который проходит Красной нитью Через все творчество поэта Через его стихи и прозу Говорит лишь об одном О безграничной любви К вечным ценностям К жизни К природе К родине К Пскову К земле К женщине К тому что Он так страстно И пламенно воспевал Гимн городу Пскову Городу который вечно был И вечно будет Тоже будет жить И исполняться Нашими потомками А значит Будет жить И имя автора Слов Поистине Вещих И вечных Не это ли Имел ввиду Станислав Золосов Когда восклицал И все-таки Меня Окликнут Снова На той земле Где начал я Житье И с древней честью Города родного Сольется И имя древнее Мое И когда В полушутливом Стихотворении Своем Две кукушки Золосов говорит Ни к чему Мне теряться В догадках Как в зеленой Кукушище Знаю сам Что ни долго Ни кратко Вечно буду я Жить на земле И мы уже Твердо верим Что именно Так и будет Дай же Бог Чтобы эти слова Оказались Пророческими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok